Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Я сейчас сидела, красилась и осталось оформить губы. Я подумала, что сделаю это вместе с вами, потому что находка классная, недорогая. Я собираюсь показать этот карандаш в каких-то любимцах из категории доступной косметики. И не всегда есть время, чтобы не просто показать сводч, а именно продукт на губах. Я знаю, что многие из вас смотрят все мои ролики и бьюти, и влоги, и скажем так, для наглядности. Но это не подводка к рекламе. Я сама купила этот карандаш на Allegro. Он очень часто распродан в Хэбэ, там где представлена косметика Катрис. В общем, карандаш Катрис автоматический в номере 60. Это невероятно стильный оттенок, который можно встретить во многих люксовых брендах. Но карандаш сам по себе великолепен. Он выкручивается такой автоматический в черной упаковке. И пигментация хорошая. Значит так. Ничего особенного, просто накрашу губы, придется замолчать, иначе получится что-то страшное. Вот так это выглядит в качестве именно контура. Но карандаш настолько мягкий, что им можно прокрасить все губы. И получается очень модно. Стильно. И вообще невозможно это сделать, говоря. Но вот теперь я точно готова. Я люблю иногда накраситься даже без повода. Это, знаете, полчаса только для меня. И это моя личная ежедневная... Ну хорошо, я не каждый день крашусь, но хотя бы легкий макияж наношу, потому что для меня это своеобразная медитация. И одна из вас писала мне о номере 50 вот этого карандаша. Нужно глянуть сводчи. А возможно в магазине где-то встречу. По качеству они огонь. Ну а мы продолжаем некосметическую часть влога. Если практически в каждой семье сердце дома это кухня, то в нашем случае это вообще весь первый этаж. И у каждого из нас своя причина для этого. Я обожаю пространство. Также мне нравится дневное освещение здесь. Здесь самые большие окна. И несмотря на то, что у детей есть отдельные большие комнаты, у меня свой кабинет. Я очень часто и монтирую, и снимаю здесь. Потому что я не люблю расставлять софтбоксы. И камера тоже не так классно снимает при искусственном освещении. Поэтому предпочитаю первый этаж. А у детей здесь телевизор, приставка, и кухня под рукой, и мама всегда рядом. Юки у нас здесь спит. И вообще это ее пространство. Мы все вместе проводим здесь очень-очень много времени. Именно из-за этого мы эксплуатируем, наверное, по максимуму всю мебель, которая находится здесь, подушки. Все это пачкается. Поэтому регулярно приходится их менять. И, конечно же, убираем мы здесь чаще всего. Генеральная уборка, вот чтобы прям вообще даже на люстрах повытирать пыль, это раз в месяц. Так каждую неделю обязательно убираемся. То есть все ванные комнаты, кардинально моем кухню и все остальное. Но вот чтобы и окна такое, знаете, то, что реже требует чистки раз в месяц. А вообще мы шуршаем каждый день с мужем, причем по очереди или вместе. Обязательно пылесосим, моем полы и часто протираем пыль. В этом году она у нас какая-то такая черная. Не знаю, что это такое. Страшно представить, что там летает в воздухе. И это при том, что у нас еще и вентиляция всего дома, каждой комнаты. Фильтры, наверное, будут выглядеть ужасно. Я решила поубирать остаток всех каких-то рождественских декораций. Они все еще были, особенно на первом этаже. Но все-таки оставила звезды, потому что темно и хочется какого-то уюта и позитива. И снаружи мы оставили огоньки. И пусть звезды повисят еще до конца февраля. Я решила разобрать свой вот этот рождественский букет или зимний, который состоял из натуральной хвои и каких-то сухоцветов. И по ходу вообще всего этого отрезка влога я постоянно что-то туда добавляю. И в итоге все равно забрала оттуда хлопок, чтобы он так не торчал. Но в целом мне нравится, как получилось. Если буду в каком-то цветочном магазине, хотела бы докупить немного гипсофилы и также эвкалипта. Посмотрим. Я точно буду что-то выдумывать, потому что мне это нравится. Когда у тебя дома дети и собака, мне кажется, можно убираться бесконечно. И каждый раз ты найдешь какую-то грязь. Я решила пропылесосить диван, все подушки. Как всегда пытаюсь все это привести в порядок. Юки помогает мне. И если вы планируете завести собаку или она у вас уже есть и вы хотите купить ковер вот такой ворсистый, как у нас, ни в коем случае этого не делайте, потому что это один большой пыли и шерсти сборник и мусоросборник. Юки наша очень любит прилечь там, что-то поесть, что-то запрятать туда. И также я мою ее два раза в день после прогулки. И она потом еще и ложится туда и вылизывается. Поэтому ковер нужно срочно отдать в химчистку. И впредь я буду раскладывать здесь что-то менее мохнатое, потому что это не очень практично. У меня дома есть несколько ковров. Я уже на протяжении нескольких лет постоянно меняю их местами, что-то отдаю в чистку. И у нас, между прочим, нет такой услуги, где приедут, заберут, почистят и вернут. Нужно отвозить самим. И вот этот настолько тяжелый, что я сама даже не могу его поднять. И те, которые полегче, супер. И я могу еще и постоянно менять место дислокации. Я также разобрала свой подсвечник, в котором были и всякие там натуральные веточки, их нужно выбросить, и маленькие елочные игрушки. Очень здорово это все смотрелось со свечой на батарейках. Но часть игрушек поразбивалась, поэтому я тоже все это вытрусила. Собираю вот этот оставшийся новогодний декор. Я уже много раз рассказывала о том, что у меня есть большая часть нашей кладовой, где я могу складывать все, что у меня есть для рукоделия, на Пасху, на Рождество. Единственное, что свечи здесь всегда остаются, вот этой тумбе под телевизором. Когда-то я обязательно ее сменю, но пока что до этого не доходят руки. А еще, хотите прикол, у нас вот шторы невозможно как-то красиво просто выложить. Мы каждый день их дергаем, особенно муж. То закрывает, то открывает, то мало света, то слишком много, то наносит соседей, еще что-то. У нас слишком много лишних вещей также в зале, и каждый из нас что-то приносит, и вы потом сами в этом убедитесь. Вместо того, чтобы сразу положить это на место, так плюх, и очень удобно оставить это в зале. Мама потом уберет. Когда поскладываешь все новогоднее, сразу столько места, и мне захотелось добавить вот этот зеленый цвет. Я соскучилась по весне, уже не могу дождаться, когда все распустится. И вот так, собственно говоря, это выглядит. Тут возврат детской обуви, которая не подошла, моя куртка после прогулки с собакой, какие-то детские игры, коробочки, чего там только нет. И одежда Томыка для бега, и это происходит каждый день. Я каждый день что-то складываю, я не знаю, как их всех приучить, раскладывать по местам, и начать вообще-то нужно с себя. Мне жалко было выбросить свой веночек, который я делала. Я подклеивала то, что могу использовать в следующем году, но все-таки распрощалась с ним. И повесила свои вот такие зеркала, которые у меня уже, наверное, лет 5, вот с тех пор, как мы только переехали в дом. И у меня еще есть другие, но я соскучилась по этим. Я иногда отдаю то, что мне надоедает, иногда продаю, но уж точно никогда не выбрасываю. Что касается стола, я очень люблю, когда на нем располагается дорожка и букет цветов. Но не всегда успеваешь купить свежие, и ставлю что-то такое мелкое. Но я признаюсь вам честно, что каждый раз, как только я все разложу, наглаженную чистую дорожку, кто-то из детей обязательно чем-то ее заляпает. В тот же день, даже в то же время дня, вечером разложила, значит, вечером обязательно испачкаем. Но это жизнь, я не злюсь. Постирала, погладила и сделала все заново. Мне очень нравится то, что получилось. Мне хотелось свежести, простора. Я докупила только новые наволочки. А все остальное у меня было. Я очень люблю миксовать то, что уже есть, по-разному, в разных конфигурациях. И как только освобождаешься от зимних каких-то новогодних декораций, тебе аж как будто легче дышать. Совсем забыла о том, что у меня есть несколько покупок из Юска, которые я забыла задействовать. Но ничего, сейчас добавлю подсвечник и поставлю диффузор. Очень классно пахнет вот этот с ароматом Ocean. И он у меня будет стоять или в зале, или внизу в ванной комнате. Посмотрим. Еще стильненько это все выглядит. Я не знаю, как вы, а я очень люблю все крафтовые упаковки. Также на смену настольной дорожки, которая у меня сейчас есть, взяла очень похожую. Только она уже не льняная. А что это, я даже не знаю. Похожа на синтетику с примесью хлопка. Возможно, это просто синтетика. Когда одна в стирке, буду раскладывать эту. Взяла вот такой подсвечник, который будет хорошо смотреться с моей вазой. Но я не собираюсь ставить его рядом с вазочкой, а просто на камине расположу. И сейчас в юске есть вот такие свечи. Мне кажется, они сейчас набирают какую-то сумасшедшую популярность. Везде вот такие спиральки. И в юске есть нежно-розовые и типа как бежевые. Взяла подставки под бижутерию, тарелочки. На самом деле сюда же можно положить мыло, что угодно. Даже на туалетном столике будет здорово выглядеть. Я отнесу это или в свою комнату, где я раньше снимала. И где снимала начало влога, где иногда сейчас крашусь. Или в нашей ванной комнате будут. Две подставочки, очень сильные. А вот эту свечу я купила в Пепко. Она соевая. Мне понравилась расцветка. У меня уже есть определенные планы, как я буду все менять через пару месяцев. Я подумала, что вот это... Ой, слушайте, она так классно пахнет. Я открыла, вот сейчас аромат ощущается даже издалека. И эта свеча очень здорово будет выглядеть с наволочками. Говоря о наволочках, я купила те, которые вы видели в Икее. И мне настолько понравился вот этот голубой цвет и вот эта наволочка, что я взяла не только белую, но еще и такую. Смотрите, по цвету это прям вообще очень похоже. В камере нет, а в жизни да. Один к одному. Не знаю, почему иногда она обманывает. Вот такую голубую, также обычную, без всяких там пупырок. И светленькую. Так что я думаю, что следующий декор у меня будет... Не думаю, я уверена, будет в таких цветах. Мне просто нужно постирать ковер, который сейчас у нас в ванной. Он голубой с синим. И вот вроде как ничего особенного. Это гель для душа и пена для ванны два в одном для всей семьи. И средства для мытья посуды. От польского бренда Yop. Я настолько люблю, когда и красивая упаковка, и приятные отдушки, и хорошие составы. И причем это не банально. Я как человек, который раньше занимался разработкой упаковок для продукции, я работала в пищевой промышленности, не могла это не оценить. Если вы давно со мной, то видели, что у меня на раковине очень давно стояла и баночка со средством для мытья посуды. И очень удобно то, что можно покупать рефилы. Это немножко так олдскульно выглядит, да? Супер просто. Вот эти иллюстрации тоже всегда у всех вызывают восторг. А вот и подсвечник. Поставлю его на камин. У нас так быстро садится пыль, что просто каждый день можно вытирать, и оно все равно будет. Не мешает тебе игрушка прям совсем? Сейчас пойдем гулять. Я уже даже ошейник ей надела. Она очень хотела играться. Вот у нее есть время, когда она выспится, и с трех часов дня конец работы, конец домашних дел, пора играться. Я ей уже надела эту игрушку на шею. И говорю, Юки, ну погоняйся за ней как-то, попытайся снять. Она просто легла с ней спать. Юкс, ну я с тебя не могу. Ты вот сама не можешь с собой заниматься. С мамой. Только с мамой. Огромная сковородка уазанок. Сейчас поищу крышку, чтобы это все не остыло. Теперь мне не нужно будет заморачиваться с ужином сегодня и завтра. Если вам интересно, что же, тогда ем я. У меня здесь рыбка, которую я вчера запекала. Это рыба по-гречески. В инстаграме в закладке «Простые рецепты» с прошлого года он есть. И готовлю не только на святой вечер. То есть, когда все постное, очень-очень вкусно получается. Еще, девочки, хотела вам сказать, что вот эти лопатки из Алиэкспресс, они обалденные. У меня целый набор. Вот он здесь. Ну да, белые, вот те, которыми я чаще всего пользуюсь, они, конечно, немного окрасились. Но поверьте мне, что я ими мешаю абсолютно все. Там и томатные разные соусы. Но помимо вот этих, вот этой и вот этой, ни одна из них не окрасилась. Ничем. Просто реально двумя вот этой. Вот этой я пользуюсь чаще всего. И я ленивый человек. Я не всегда мою их вручную, а часто кладу в посудомойку. И они не развалились. Только вижу, что вот эти ручки стали более матовыми, а не блестящими. Вот так вот мы и готовим. Мальчики приедут позже. Я забыла, что это сегодня бассейн. Так что зря я торопилась. У меня еще полчаса свободных. Я думала, я отдохну в воскресенье. Не тут-то было. Осуществился мой личный кухонный кошмар. У меня очень много круп, и я заметила моль. Я уже нашла, где она завелась. Не в контейнерах, а у меня в таком пакете стоял остаток. Блин, остаток миндальной муки. Начала все перебирать. У меня когда-то раз такое было. И я тогда выбрасывала все. Вроде как вот в этих контейнерах ничего не должно размножаться. Так жалко. Это же вообще полкухни нужно выбросить. Сейчас погуглю, нужно ли выбрасывать там, где ее нет. И завтра срочно. У нас в воскресенье не работают магазины, поэтому завтра в понедельник срочно побегу за специальной штукой. От моли, от всяких там букашек. Ну, черт побери. Короче, у меня трагедия. Реально мама сказала, что, возможно, нужно будет все это выбросить. Оцените масштабы. Я реально запасливый человек. Я много и каждый день готовлю дома. И если мне придется заново все это купить, я, конечно, планировала навести здесь порядок, но не таким образом. Я в расстроенных чувствах. Обещала вам показать новую обувь, когда она ко мне приедет. Это продолжение моих покупок на распродаже. Я еще жду, не дождусь посылку из Манго. Она очень долго идет. Уже вторая неделя, как я ожидаю. Надеюсь, она ко мне доедет. Не поверите, но я купила себе кожаные ботфорты. Причем они не были дешевыми, но мне понравилось то, что они мягкие, не дубовые. И, наверное, вот эта часть не из кожи, потому что она тянется. А так они супер удобные. Я их уже обувала, но сейчас вот помыла, потому что показываться в прихожке это вообще не вариант. Там очень мало места. Они супер лаконичные, скромные, классические, без каких-то там украшательств. Они выглядят пошло. За счет этого по ноге сидят хорошо. Еще хочу вам сказать, что у меня был 37 размер. Он еще лучше сидел и совсем не сползал, но правый мне жал. У меня правая нога чуть больше, чем левая. Девочки, когда-то я ходила в таких ботфортах на таком каблуке, на такой платформе. Я не знаю, как я в них не убилась. А эти вообще непонятно, где заканчиваются, где начинаются. Потому что кожаные леггинсы на мне сегодня. Никогда бы не подумала, что я снова куплю ботфорты, но почему-то захотелось. Они хорошие по качеству, но могли бы выйти подешевле. Ладно, решила обновить обувь, чтобы, знаете, такая была более комфортная для ног и хорошо служила. Дальше две пары обуви от бренда Казар. И я вам рассказывала о том, что это польский бренд. Да, они бюджетные и он представлен, например, на Золанду. Но если покупать на официальном сайте, казар.ком или казар.пл, могу кинуть вам ссылку, то получается еще дешевле. Прямо даже значительно, я бы сказала. Эту пару обуви я мерила в магазине. Посмотрите, какие они необычные. С металлическим вот таким носиком. Но все равно нос чуть удлиненный. Несмотря на то, что он типа как квадратный, он не укорачивает ногу. И сзади тоже вот металлический. Металлическая вставка. У них совсем металлический задник. И они не короткие, но и не слишком высокие. Вот такие ботиночки. Я их очень хотела. Камера, правда, всегда в шоке, когда показываю что-то темное и очень сложно сфокусироваться. Как вам такие? Тракторная подошва, но не такая, как у всех. И не закос под кого-то. Или я чего-то не знаю. Но я таких ни у кого не видела. И даже с широкими брюками, когда просто носочек выглядывает, очень оригинально и стильно это смотрится. Девочки, все это варианты скорее такие домисезонные, на теплую зиму или даже скорее на весну. Но у нас вот сейчас лежит снег, но все равно плюсовая температура. И у меня даже нет зимних сапог. Помимо уков, которые я надеваю куда-то в горы, или когда иду на прогулку с детьми, с собакой. А так на каждый день я ношу такие. И совершенно не мерзну. У меня еще есть стельки с овчиной. Так что можно воспользоваться для того, чтобы утеплиться. Или надеть какой-то шерстяной носок. Мне же этого хватает. Это, кстати, ботинки из сайта Рене, наверное. Там бюджетная ововь. И я неспроста заказала себе несколько, несколько, четыре пары черных. Потому что мне нужно было обновить мою классику. Они, конечно, более массивные, чем предыдущие. Но что-то в них и есть. Если бы я встретила такие же кожаные, то я бы тоже взяла. И я очень люблю какие-то ботинки, сапоги с эластичным верхом. Он не так сильно оттопыривается, как все кожаное. Мне зачастую все здесь широковато. Вот. И то, что я планировала себе купить на этой распродаже, это черные классические кожаные сапоги на устойчивом каблуке. Здесь каблук невысокий. Ну как? Бывают и повыше. Поверьте мне. И он очень удобный. Это Казар Студио линейка. По-моему, она идет чуть дороже. Я купила их на Золанда. Всего лишь 10% скидки. Но они такие красивые. Единственная проблема в том, что они здесь мне широки и придется ушивать. Это моя вечная проблема. То есть по-другому у меня не получается найти обувь практически никогда. Сапоги очень красивые, но придется мне отнести их к мастеру. Если вот так, то окей. А если вот так, то видно, что они широки здесь. И, например, когда наденешь с платьем, то это будет оттопыриваться непонятно. Идет, идет нога, потом... Что это? Вот видите? К сожалению. С одной стороны я думала вернуть, а с другой я понимаю, что я все равно не найду те, которые мне будут подходить. И не будут широки. А еще вот так интересно здесь сделана подошва. Просто я раньше на это никогда не обращала внимания. А сейчас по сравнению с масс-маркетом вижу, что они не скользят. Это очень сильно ощущается. Шерсть Юкасси уже на мне, конечно же. Сколько бы я ее не вычесывала и не пылесосила, ее все равно дома много. А на черном цвете все видно. Вот такие у меня обновочки из обуви. Теперь нужно все поскладывать. Наверное, где-то осенью, когда я через это проходила, я не была готова делиться своим опытом. Но если он будет полезным кому-то из вас, хоть одному человеку, я посчитаю, что я сделала правильно, приняв решение поделиться на такую большую аудиторию. У меня взрослые зрители и большинство из нас воспитывалось в постсоветском пространстве, где не принято было говорить о ментальном здоровье, а поход, визит к психиатру или психологу казался чем-то зазорным, стыдным. И вообще, о Боге, это кто-то сумасшедший, и зачем это делать? Мы с вами очень часто говорим о красоте, о макияже, об уходе, но истинная красота и гармония начинаются внутри нас, с физического здоровья и с ментального в том числе. И где-то, наверное, в конце сентября или в начале октября я реально осознала, что я теряю почву под ногами из-за перманентного стресса. Плюс к этому еще добавляются какие-то жизненные обстоятельства, не самые приятные. Это было после смерти моей бабушки. У нас с мужем периодически возникают разные разногласия в плане воспитания детей, финансовых вопросов, быта. И когда это все накладывается, плюс все мои родные в Украине, я сама украинка, но мне кажется, что многие сейчас понимают, что я ощущала и ощущаю. И еще к этому ко всему у тебя есть вот это чувство вины за то, что ты продолжаешь жить, как будто вообще в каком-то другом измерении, где у тебя есть даже поводы для того, чтобы радоваться. Иногда ты их не видишь, но ты стараешься их замечать для того, чтобы не сойти с ума. Но вот это чувство вины у тебя где-то все равно присутствует. И когда это как снежный ком постоянно накапливается и накапливается, и уже твой организм показывает тебе, что все, что у тебя внутри, не окей, сделай что-то с этим. У меня очень сильно тряслись руки, я покрывалась красными пятнами. Когда я приезжала на тренировку, я не могла стоять на одной ноге. То есть у меня настолько сильно расшатана нервная система. И, конечно же, мне хотелось тоже какой-то поддержки, или чтобы меня никто не колупал хотя бы дома. Но жизнь продолжается, и бывают разные, знаете, такие моменты, когда оба не поддерживают, оба предъявляют что-то друг другу, не могут договориться, не могут уступить, это вливается в скандал. И я, короче говоря, осознала, что, Оль, если ты сейчас что-то с этим не сделаешь, то последствия могут быть очень плохими. Возможно, я буду не права, но все-таки я это озвучу. Это то, что я тоже замечаю и по своим коллегам, которые тоже ведут публичную деятельность, и по своим знакомым, и по своим даже близким людям, что у всех очень сильно нестабильное моральное состояние. Мне непросто этим с вами делиться, потому что меня смотрят разные люди, и кто-то мне вообще скажет, что я сумасшедшая, и зачем она об этом рассказывает. Но на самом деле стресс может привести к очень-очень серьезным проблемам со здоровьем, и многие этого не выдерживают. И я хочу вам сказать, что пойти к психологу или даже к психиатру — это не стыдно, это порой уже, знаете, необходимость. В общем, когда я почувствовала, что не вывожу, и я ничего другого не придумала, я позвонила одной из своих близких подруг, и я вам говорила, что у меня есть классные подружки, с которыми мы очень много лет вместе, и мы проживали вместе не только счастливые моменты, праздники, застолья, но и очень-очень сложные, связанные с потерями, с серьезными проблемами, не из серии, какую помаду выбрать, или куда пойти поужинать. Нет, это были жизненные потрясения, и я знаю, что им это помогло. Я позвонила и говорю, девочки, пожалуйста, спасайте, потому что мне кажется, что это ни к чему хорошему не приведет, и я рада, что я сделала именно так. Я пошла к психиатру, даже не к психологу, и когда я зашла, я думаю, я сейчас расскажу и услышу, что там у тебя депрессия, там попей какие-то таблеточки, я рассказала все, вообще ничего не скрывая, а я как публичный человек еще и получила немало, извините, за выражение говна, и это все тоже проходит через тебя, как через фильтр. И когда тебя начинают обвинять во всех грехах, смертных, несмертных, ты сидишь и просто офигеваешь, и такое впечатление, что все вокруг тебя рушится. Вот в прямом и переносном смысле этих слов. Я рассказала это психиатру, она очень внимательно меня послушала, и говорю, как вы думаете, что со мной, у меня депрессия? Она говорит, нет, просто этого слишком много, и ни одна психика этого не выдержала бы. Меня ее слова успокоили, и я поняла, что не все потеряно, что я сделала правильно. И она говорит, пропейте таблеточки 4 недели. Если вам не станет лучше, то приходите, и будем что-то решать дальше. Я боялась, хочу вам сказать, принимать что-то. Я не буду называть никакие препараты, но это был легкий препарат для нервной системы, скажем так, от которого я не была сонной, у меня не было каких-то перепадов, или не было такого, что там, не знаю, я стрессанула, мне очень плохо, меня все трясет, я принимаю, потом отлегло, и все классно. Нет, я просто спокойнее переживаю какие-то потрясения, и ежедневные неприятности. И прошло 4 недели, и я как будто ожила. Именно в моральном плане, возможно, это, знаете, даже как плацебо, что ли. Ты что-то сделал для себя хорошее, и тебе должно быть лучше, и ты себя лучше ощущаешь. Я не могу сказать, что именно сработало в моем случае. Мне не хотелось вернуться за новым рецептом. Это реально таблетки, которые продаются по рецепту. Вы не можете пойти это купить в аптеке, пропить, и типа, все будет хорошо. С этим нужно быть осторожным, и не принимать, назначив что-то самим себе. Лучше обратиться к специалисту. И я все-таки как человек, который имеет определенное влияние на людей. По моим рекомендациям, вы покупаете косметику, вы что-то готовите. Я подкидываю вам какие-то идеи для дома. Но помимо этого, кстати, что мне было очень приятно услышать, не скажу, от кого я это слышала. Потому что, ну не знаю, мне кажется, так правильно. Я сказала о том, что я выбираю себя, свое здоровье, и я буду для себя приоритетом, потому что я постоянно себя задвигаю в какой-то последний ящик. И многие меня услышали, и многие это озвучивают нашим общим знакомым. Что вот на этот год я запланировала позаботиться о себе. иногда я говорю о том, что я пошла к гинекологу, не потому что это сверхъестественное какое-то событие в моей жизни, но потом многие дают обратную связь, что я тоже сходила к гинекологу, или я тоже пошла, сдала анализы, чтобы проверить свое здоровье. И мне кажется, что это хорошее влияние, что это важно для вас. Не для меня, не для продаж, а именно для вас самих. И если вы чувствуете, что вы не вывозите, что вам очень сложно морально, что вам не хватает какой-то поддержки, что вас не понимают близкие, что у вас нет сил на то, чтобы жить, вы уже не находите в себе силы даже для того, чтобы видеть смысл, продолжать эту жизнь. Если вы не видите обычных прелестей жизни, и вы перестаете ценить то, что у вас эта жизнь есть, и вы можете спокойно продолжать ее жить, ну пусть относительно, вообще спокойно, но тем не менее важно цепляться за жизнь, за ее смыслы, за прелести, а не видеть, как ты сам катишься в ту самую пропасть, депрессии, плохого ментального состояния. И да, мне тоже грустно, да, бывают такие дни, когда я беру паузу от всего, и в первую очередь от социальных сетей, для того, чтобы переварить, что-то пережить, принять и двигаться дальше. Это не значит, что я стала вообще каменная, бесчувственная, бесчеловечная, это не так. Но еще раз повторюсь, что ты не сможешь отдавать, ты не сможешь заботиться о других, пока ты не позаботишься о себе. Я знаю, что это чувствуют очень многие девочки. Если вас что-то беспокоит в плане здоровья, не только психологического, не затягивайте, идите к врачу, не бойтесь. Если вы не решались пойти сдать анализы и проверить свое здоровье, по разным причинам сделайте это, потому что иногда бывает слишком поздно. И то же самое касается и психологического здоровья, потому что я с перспективой того, что было в моей семье, у моих близких, вижу, что затягивание этого приводит к очень-очень серьезным последствиям. И я не знаю, что дальше будет в моей жизни, но если я почувствую снова, что земли под моими ногами нет, ну, в том плане, что я не выдерживаю, да, я снова обращусь к специалисту. Я не возвращалась обратно за таблетками, за препаратами. Мне, кстати, посоветовали пропить ашваганду, и я до сих пор этого не сделала, я не чувствовала того, что мне это необходимо, мне было окей, вот, но я думаю, что это не помешает. Это чисто ваше решение, что вы не сделали, это ваша ответственность. Я просто говорю о том, что порой нормально чувствовать, что ты не в порядке, что ты не окей, и это не стыдно. И, возможно, я сто раз пожалею о том, что я поделилась этим опытом, потому что некоторые мои недоброжелатели уже наверняка заочно записали меня в психушку. Нет, психушка мне пока что еще не светит. С моим состоянием можно справиться в домашних условиях и без сильно действующих препаратов, но если кому-то из вас помогли мои слова, то я буду считать, что я не зря снимаю свои видео на YouTube. Вот. Не чувствуйте стыда, вы видите, что все мы только люди, всего лишь люди. И публичные, и непубличные, и у всех у нас есть чувства, и сложные периоды в жизни, и самое плохое, что можно с этим совсем сделать, это не делать ничего. Вот. И порой осознание того, что тебе необходима помощь, помощь близкого человека, кому-то, возможно, поможет просто разговор с подружкой, кому-то придется обратиться к психологу и пройти долгую терапию, а кому-то необходим будет психиатр или какой-то другой специалист. и это нормально. И я считаю, что это самое правильное решение обратиться за помощью, когда ты чувствуешь, что сам не справляешься. На этом я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, и мы с вами увидимся совсем скоро. И будем разговаривать на другие темы, но мне кажется, что сказать это было важно, потому что многие из вас воспринимают меня как такую виртуальную подругу, и вашей подруге тоже бывает не сладко, не просто, и сама я тоже иногда не вывожу. Но помните о том, что самое худшее решение это бездействие, поэтому действуйте. Все. Пока-пока.